Предмет. Основа безопасности жизнедеятельности. Раздел. Безопасность в доме. Тема. Электричество в доме. Предприятие, которое производит электрическую энергию, называется электростанцией. Обычно электрическую энергию мы называем электричеством. Для того, чтобы электричество доставить до потребителей, существуют электрические сети. Электрическая сеть состоит из линий электропередачи, передающих электричество на большие расстояния. По проводам электрический ток и приходит в наши квартиры. Однако до недавнего времени люди не знали электричества. Применять электричество начали лишь в конце прошлого века. А до этого времени, например, для освещения улиц использовались фонари, работающие на керосине. В центре столиц и крупных городов стояли фонарные столбы. Специальный человек, его называли фонарщик, вечером зажигал, а перед рассветом тушил эти фонари. Керосиновые фонари зажигались и гасились, каждый в отдельности. Фонарь за фонарем зажигались и гасли с интервалом в несколько минут, необходимым для того, чтобы фонарщик успел дойти до следующего фонаря, приставить лестницу, влезть по ней и зажечь или погасить очередной фонарь. В домах для освещения комнат использовали свечи, а позже лампы, работавшие на масле. В богатых домах был специальный слуга-фонарщик, который зажигал и гасил эти лампы. В наше время невозможно представить себе нашу жизнь без электричества. Давайте попробуем перечислить, зачем нужное электричество в нашем доме. Конечно, электрический ток необходим для освещения улиц, домов, квартир. Электрический ток нужен для работы электроприборов. В нашем доме очень много электрических приборов. Давайте вспомним, что это за приборы. Начнем с кухни. Множество электрических помощников работают на нашей с вами кухне. Кухонная плита может быть не газовой, а электрической. Чтобы продукты не испортились, мы храним их в холодильнике. Очень удобен электрический чайник. Он быстро закипает и автоматически выключается. Утром на завтрак вы можете поджарить хлеб с помощью тостера и сварить кофе, используя при этом кофемолку и кофеварку. А когда вы приходите из школы, можно разогреть обед за одну минуту с помощью микроволновой печи. А сделать на десерт гоголь-моголь вам поможет миксер. Когда мама готовит обед, она может использовать электрическую мясорубку и электровафельницу. Существует еще множество разных электрических приборов, которые используются на кухне. Например, вот эта электрическая машина моет посуду. А знаете ли вы, какими были утюги, когда не было электричества? В утюге была специальная полость, в которую клали раскаленные угли для того, чтобы его нагреть. Такой утюг был большой, тяжелый и дымился. А позже были утюги, которые надо было нагревать на печке или на газовой плите. А сейчас утюг электрический. А теперь зайдем в ванную комнату и посмотрим, есть ли там электрические приборы. Конечно, есть. Это стиральная машина. Иногда вы пользуетесь электрическим феном, чтобы высушить волосы. А папа каждое утро пользуется электробритвой. А какие электрические приборы окружают нас в комнате? Ну, конечно, это телевизор. А это компьютер. Это самая умная техника в вашем доме. Но и она не может работать без электричества. А вот как слушали музыку дома, когда не было электричества. Ее слушали с помощью граммофонов и патефонов. А сейчас послушать музыку дома. Нам помогает электричество. Пластинки можно прослушать с помощью электрического проигрывателя. А можно включить радиоприемник. Можно взять кассеты и магнитофон. А еще есть лазерные диски и специальные проигрыватели для них. Конечно, все эти электрические приборы очень полезны. Но ими обязательно нужно уметь пользоваться. А для этого надо знать основные правила безопасности. Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током. Говорят, ударило током. Это может случиться, например, если хотя бы на мгновение прикоснуться к оголенным проводам или к неисправной розетке. Человек сразу может потерять сознание. Нарушение правил безопасности при пользовании электроприборами может быть причиной пожара. Давайте поговорим о правилах безопасности при пользовании электрическими приборами. Прежде всего, пользуйтесь только теми приборами, которыми вам разрешили пользоваться родители. Включайте и выключайте электроприборы с помощью специального выключателя. Старайтесь реже выдергивать вилку из розетки. Если необходимо выдернуть вилку из розетки, то делать это надо правильно. Одно из самых уязвимых мест у электрического прибора – это электрический шнур. Поэтому не тяните за него, если прибор включен в сеть. Если вы нажали на выключатель или включили электровилку в розетку и увидели искры, или почувствовали запах горящей резины, пластика, то немедленно выключите электроприбор и скажите об этом взрослым. В таком случае выключать электроприбор надо таким образом. Возьмите сухую тряпку, обмотайте руку этой тряпкой и выдерните вилку из розетки. Не пытайтесь сами починить сломавшийся прибор и не включайте его снова. А что делать, если электроприбор загорелся? Во-первых, выдерните шнур из розетки, обмотав предварительно руку сухой тряпкой. Во-вторых, чтобы погасить пламя, накройте чем-нибудь электроприбор, например, сухим одеялом. Именно сухим, чтобы вас не ударило током. Если горение продолжается, позвоните по аварийному телефону. Каждый человек должен знать телефон вызова пожарных. Это 0-1. Нельзя поливать загоревшийся электроприбор водой. Вода проводит электричество и вас может ударить током. Вообще, надо твердо запомнить, соседство электричества и воды очень опасно. Никогда не трогайте провода или электроприборы мокрыми руками. Даже пользоваться феном в ванной комнате, когда есть опасность попадания на него воды, опасно. Нельзя включать много электроприборов в одну розетку. Очень важно, уходя из дома, не забывать выключать свет и электроприборы. В конце нашего занятия давайте еще раз повторим, что надо делать, если загорелся электроприбор. Во-первых, выдерните шнур из розетки, обмотав руку сухой тряпкой. Во-вторых, накройте электроприбор сухой толстой тряпкой, например, одеялом. Именно сухой, потому что вода проводит электричество. И, наконец, третье. Если горение продолжается, вызывайте пожарных по телефону 0-1. Субтитры создавал DimaTorzok